Машина, Лёх. Машина? Для тебя она. Едет сейчас, тебя задавит. Пускай объезжает. У вас спина белая, да и коленки сзади грязные. Наверное, всем приходилось слышать подобные фразы, да не один раз. Ведь скоро 1 апреля. Но мы решили не обходить стороной этот праздник и решили разыграть жителей нашего города. Ну и посмотреть их реакцию. А знаете ли вы то, что вот скоро в консерватории откроется класс новый для рэперов? Как вы к этому относитесь? Ну я думаю, что это неплохо. В принципе, молодежь это интересует. Поэтому я думаю, это будет пользоваться спросом. То есть вам кажется, что у нас будет очень много рэперов теперь? Ну я не думаю, что их будет сильно много, но я думаю, число увеличится. Вот вы знаете, что в Саратове скоро будет создана база роботов-андроидов для колонизации Марса. Как вы относитесь к этому решению, что именно в Саратове будет разрабатываться проектировка андроидов? Андроидов, вот они будут ходить по проспекту. Как вы считаете, это нормально? Ну так. То есть вам бы не понравилось, да, что по проспекту ходят такие роботы-андроиды? Ну как-то странно просто. С одной стороны, это хорошо, как говорится, нужно стремиться к новому. Вы знаете, что вот недавно в Саратове обнаружили останки НЛО? Нет. Серьезно? Как вы относитесь к тому, что, возможно, нас в будущем смогут найти целую базу НЛО или даже пришельцев к настоящему? Ну, это, я думаю, будет отличным. Так правильно выразиться приманкой для туристов. Область начнет развиваться, возможно, у нас отреставрируется, да. Вполне замечательно. Не боитесь, что вот начнется засильный планетян, и они будут забирать места рабочие, будут жить рядом с нами? Я думаю, это принесет нам толчок в науку. По проспекту разгуливалось существо, похожее на снежного человека. Есть зафиксированные фотоснимки и видеозаписи с ним. Как вы вообще относитесь к тому, что по проспекту свободно гуляют вот такие существа? А демократия приманная. Не знаю, мне кажется, она имеет, но это право, не знаю. Да, она демократия приманная. Почему вы должны запрещать ему? Кстати, вот у нас есть его фотография. Возьмите. Ну, глядя, все-таки сфотографировали. Вы бы пошли учиться на рэперах в консерватории? Ну, во-первых, у меня слуха нет. А у рэперов не обязательно слуха? Дело не в этом, пошла бы я или нет. Дело в том, что рэперы все равно это люди, которые занимаются музыкой, которые вкладывают душу в это. И заливать все это, я считаю, это плюсом. Устала такая информация, собираются переносить памятник Ленина в Диснейленд. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, что так нельзя поступать с историческими нашими символами. Тем более, тем более, что это такое. Я считаю, надо оставить все как есть. Это наша история, это наша память. Давайте оставим так, как есть. Поступила такая информация в СМИ, то, что на дне Волги нашли ту самую Атлантигу, которую уже ученые много столетий пытаются найти. Как вы к этому относитесь? Что за приколы? Приколы? Извиняюсь, это научно-познавательная, очень серьезная программа. То есть, эта информация как бы поступила, и мы пытаемся узнать у жителей Саратова, как они относятся к этому. Какая информация, говорите, что еще? Вот, я вам сейчас все рассказал. Как вы относитесь? Знаю, не верю как-то. Совершенно. Не верю? Нет, не верю. Дело в том, что поступила информация у нас в СМИ, то, что собираются переименовывать Саратов. Вы знаете, как его собираются переименовывать? Нет. Желтогорск. Кто это сказал? Это вот поступила такая информация, то есть, это уже там все подтвердили в правительстве. Город Саратов, это город Георгия, город истории, город красивый. Вот как вы относитесь к этому решению? Возможно, это уже произойдет через неделю, то, что Саратов переименуют в Желтогорск? Нет. Здесь ходили солдаты, отсюда 680 тысяч уходили на фронт. То есть, будут называть жителей желтогорчане? Нет, конечно. Не очень, да? Нет. В Саратов переименовывать никак не могу поддержать. Скоро в Саратове построят базу для производства роботов-андроидов для колонизации Марса. Как вы относитесь к этому решению нашего правительства? Да, положительно. Обязательно. Расскажите, почему? Я положительно. Я вообще приветствую, когда все новое, и все навигационное такое, и мне кажется, должны мы развиваться. Ну, согласна. Спасибо большое. Вы знаете, какое завтра число? Первое апреля. Апреля. Спасибо большое, что поучаствовали в нашем первоапрельском розыгрыше. Спасибо за то, что поучаствовали в нашем первоапрельском розыгрыше. Как здорово, когда есть люди, готовые веселить других. Ведь правильно говорят, что смех продлевает жизнь. Поэтому улыбайтесь чаще, грустите пореже. Ну и, конечно же, смотрите наши опросы на телеканале «Саратов-24» в утреннем шоу «Автопилот». «Саратов-24» в утреннем шоу «Автопилот». Спасибо. Спасибо.